Стрижка только начата. Зима – идеальное время для коронирования деревьев. Сокодвижения в холодные месяцы нет. Разросшиеся ветви можно легко спилить, не повредив дереву. Но в обязанности городской администрации входит не только следить за старыми и больными деревьями, но и сажать новые. В 2017 году в территории общего пользования осуществлено снос сухих и аварийно-опасных деревьев порядка 800 штук. Соответственно, высадка произошла в 2017 году более 1000 штук – это деревьев и кустарников. Примерно на 1058% в сравнении с 2016 годом произошло увеличение высадки зеленых насаждений. Это очень хорошо. Хорошие показатели, хорошие результаты. Это дерево на улице Степанова областного центра росло, зеленело и радовало местных жителей не один десяток лет. Но теперь ветви задевают линии электропередачи, угрожают спокойствию людей. Местные жители сами обратились в администрацию с просьбой кронировать дерево. Оказалось, внутри ствол мертвый. Нужно сносить. Оно совсем уже в неудовлетворительном состоянии, с гнилью. Уже предстояла опасность. Как тот жилой дом, проезжая часть, могло бы упасть на машины. По приезду мы увидели, что сложность заключалась вблизи с дорогой. Смотрели, чтобы машина не ездила. И пешеходно. Обвязывали ленточками. Сама процедура опиловки занимает буквально несколько минут. Но вот добиться, чтобы зеленые насаждения привели в безопасное состояние – процесс небыстрый. Первое, что необходимо узнать – в чьей зоне ответственности аварийное дерево. Если, значит, это придомовая территория и мешает жителям, там, бьет светка в стекло или что-то, нужно обратиться в свою управляющую организацию. Они примут соответствующие меры. Если это касается территории общего пользования, соответственно, нужно обратиться с заявлением к нам, к управлению благоустройства администрации города Иванов с письменным заявлением. И, соответственно, мы примем соответствующие меры. На содержание и ремонт объектов озеленения в 2018 году выделено 11 миллионов рублей. В планах снести около 1000 аварийно опасных деревьев.